Моё место Берлин В предвоенных планах командования рабоче-крестьянского Красного флота роль авиации как средство борьбы с надводными кораблями противника была несколько занижена. Советские адмиралы не сомневались, что новая война будет похожа на морские сражения Первой мировой. С артиллерийскими дуэлями, постановками обширных минных полей и действиями крупных сил флота. Морская авиация В этих условиях оказание авиационной поддержки сухопутным частям и нанесение бомбо-штурмовых ударов по наступающим германским дивизиям поручили морским лётчикам. 24 июня 1941 года авиаторы Балтийского флота провели свою первую боевую операцию. Около 70 самолётов 1-го минно-торпедного полка и 57-го бомбардировочного полка должны были нанести удар по немецким частям севернее советской военно-морской базы Лиепая. Однако противника обнаружить не удалось и лётчики отбомбились по запасной цели. Все машины благополучно вернулись на базу. Следующая операция стала одной из самых трагичных за всю историю советской морской авиации. Флотским лётчикам было приказано разбомбить переправы в Даугавпилсе, что в сотнях километров от побережья. Два моста через западную двину были сходу захвачены 56-м моторизованным корпусом генерала Манштейна и открывали немцам путь вглубь страны. Понимая, что мосты будут подвергнуты массированным налётам советской авиации, командование Люфтваффе направило в этот район свои самолёты. 30 июня торпедоносцы и бомбардировщики ВВС Балтийского флота с полной боевой нагрузкой, без истребительного прикрытия, вышли на операцию. У пилотов тяжёлых машин не было никаких шансов выдержать воздушный бой с миссершмиттами. При выполнении этого задания погиб 31 экипаж из 46-ти. В первый период войны флотские авиаторы выполняли самые разнообразные задачи. Но особой страницей истории морской авиации стали удары дальних бомбардировщиков Балтийского флота по столице Рейха. Эта операция была проведена уже через полтора месяца после начала войны. В июле 1941 года командующий авиацией военно-морского флота генерал-лейтенант Семён Жаворонков предложил совершить воздушный налёт на Берлин. План операции был представлен наркому флота адмиралу Николаю Кузнецову. Расчёты показали, дальние бомбардировщики могут нанести удар по Берлину. Кузнецову план понравился, и он изложил его верховному главнокомандующему. В операции планировалось использовать экипажи Балтийского и Черноморского флотов. Но Сталин согласился лишь на привлечение двух эскадрильей из состава первого минно-торпедного авиационного полка Балтфлота. Наиболее подготовленными, наиболее первоклассными аэродромами морской авиации были аэродромы, располагающиеся на острове Эзель, Манзунского архипелага, и аэродромы под Ленинградом. И именно отсюда, с острова Эзель, 8 августа наши морские лётчики, полковника Преображенского, первый минно-торпедный полк морской авиации, именно отсюда наносили удары по Берлину. Общая протяжённость маршрута составляла около 1800 километров. Из них 1400 предстояло пройти над морем. Аэродром взлёта имел земляную взлётно-посадочную полосу длиной 1300 метров, недостаточную для тяжёлых машин типа ДБ-3Ф. ДБ-3Ф, Ил-4. Дальний бомбардировщик. Длина 15 метров. Размах крыльев 24,5 метра. Максимальная взлётная масса 12 тонн. Максимальная скорость при полной нагрузке 400 километров в час. Силовая установка. Два поршневых двигателя мощностью по 1100 лошадиных сил. Экипаж 4 человека. Вооружение. Три пулемёта, бомбы массой до 1000 килограммов или одна авиационная торпеда или морская мина. Мастерство от морских лётчиков требовалось немалое. Им предстояло взлететь с короткой земляной полосы, имея на внешней подвеске по тоне авиабомб. Любая ошибка грозила гибелью самолёта и экипажа. Операция была назначена в ночь с 7 на 8 августа 1941 года. 13 самолётов благополучно взлетели и набрали расчётную высоту 7 тысяч метров. Температура за бортом составляла минус 37 градусов. Полёт проходил успешно. Германская противовоздушная оборона не ожидала такой наглости от советских лётчиков. Поэтому не обращала на них внимания, принимая бомбардировщики ДБ-3Ф за свои самолёты типа Хейнкель-111. Правда, до Берлина смогли долететь не все. В столице Рейха вышли 5 самолётов, остальные вынуждены были отбомбиться по запасной цели – порту Штеттен. Берлин предстал перед советскими лётчиками в море огней. Были видны идущие по улицам машины и трамваи, составы на вокзалах, самолёты на аэродромах. Неожиданно на центр города посыпались бомбы. Вспыхнули пожары, взвыли сирены. Берлин погрузился во тьму. В небо устремились лучи прожекторов, стали взрываться снаряды зенитных орудий. Но было уже поздно. Бомбардировщики легли на обратный курс. Командир группы, полковник Преображенский, передал в эфир. Моё место – Берлин. Задачу выполнил. Возвращаюсь на базу. Уже после первого удара, в котором участвовали 15 самолётов ДБ-3, 15 самолётов полка Преображенского, Сталин, верховный главнокомандующий нашей страны, приказал наградить трёх лётчиков, присвоив им звание Героя Советского Союза. После советских налётов Гитлер впервые отчитывал Геринга, как провинившегося мальчишку. Главнокомандующему Люфтваффе возражать было нечего. Его уверения в том, что ни одна бомба не упадёт на столицу Рейха, оказались хвостовством. Советские лётчики заставили берлинцев почувствовать ужас ночных бомбёжек, показав, что возмездие неотвратимо. Дерзкие рейды на Берлин продолжались до сентября, когда немцы захватили острова Манзунского архипелага. Всего было произведено 10 налётов, сброшено более 36 тонн бомб. Собственные потери при этом составили 18 самолётов. Все годы войны флотская авиация регулярно наносила удары по коммуникациям противника. На плечи морских лётчиков легла и основная тяжесть борьбы с вражескими надводными кораблями. При этом использовались те же машины, Ил-4, но в варианте торпедоносца. К сожалению, потери в ходе выполнения подобных боевых операций были высокими. Причина в том, что бомбардировщики и торпедоносцы долгое время выходили на задание без истребительного прикрытия. До поступления на вооружение дальних истребителей Як-9Д у флота не было машин, способных сопровождать ударные самолёты. И ещё. Для успешной атаки вражеских надводных кораблей торпедоносцы опускались на высоту до 30 метров и сбрасывали торпеды на расстояние 600-800 метров от цели, попадая под мощный огонь корабельных зенитов. С 1944 года стратегическая инициатива в боевых действиях под морскими просторами полностью принадлежала советским авиаторам. Значительно возросло количество сбитых самолётов и потопленных вражеских судов. В частности, за время войны морская авиация уничтожила 371 транспорт противника. Вообще, если говорить о всей Великой Отечественной войне, то на долю авиации из более чем 1200 уничтоженных кораблей и судов противника 60% приходится на морскую авиацию. Кроме самолётов отечественного производства, морская авиация рабоче-крестьянского Красного флота широко использовала машины, которые поставлялись по Ленд-Лизу. Английские истребители «Харри Кейн» и «Спитфайр», американские истребители «Тамагавк», «Китти Хоук», «Аэрокобра», «Тандерболт», бомбардировщики и торпедоносцы «Бостон», летающие лодки «Кингфишер» и «Каталина». Субтитры создавал DimaTorzok